Традиция с парадом населенных пунктов на первый взгляд напоминает Олимпиаду, однако вместо спортсменов здесь выступает артистичная молодежь, а стадионом для них служит Петровский бульвар в Бийске. В Наукограде малые дельфийские игры проводят впервые. Ну это конкурсное условие, мы до этого пробовали, заявлялись, но в этом году удача нам, что называется, повернулась лицом, и мы получили почетное право принять дельфийские игры. К играм готовились участники не только с нашего региона. В Наукоград приехала делегация из славяно-сербского района Луганской народной республики. Им предстоит показать свое мастерство в двух номинациях игр. Также они выступили с хореографическим номером в церемонии открытия. Номер называется «Я убит под Ржевом», патриотическая постановка. Ну идея, тут получается рассказывается о людях, которые погибли под Ржевом. Ну вот, зарисовка у нас это в танце. Помимо танцев были и номера от организаторов. Они затронули историю Наукограда, вспомнив, как Петр Первый отдал приказ о возведении города. Эти выступления посвящены дню рождения Бийска, которая будет 18 июня. По этому поводу приветственные слова участникам направил и губернатор края. А еще дельфийские игры станут частью праздника дня города Бийска, которому в этом году исполняется 314 лет. Поэтому, кроме состязаний, участников ждет насыщенная экскурсионная программа, которая познакомит гостей с историями и достопримечательностями Бийска. Однако экскурсии, которые проводит Наукоград, это лишь приятное дополнение. Главной изюминкой, конечно, остаются выступления в 13 номинациях. Они здесь на любой вкус, от зажигательного эстрадного пения и до медленных бальных танцев. На память, кстати, все участники и зрители могли оставить пожелания на следующий год или просто поблагодарить организаторов и коллективы. Мы сейчас оставляем свой след в истории дельфийских игр. Что вы написали? Я люблю Визави. Малые дельфийские игры в Бийске можно смело отнести к одним из самых массовых, которые проходили за 22 года. В общей сложности в них принимает участие более тысячи человек с 46 территорий. Данил Кузнецов, День с толком.